Ну что, друзья, первая встреча в этом году этих команд, а вообще первая встреча для этих команд, скажем так, Алматы и Намат. Для себя этот год открывали своей встречей, да, ну и что, интересный матч получился, а в первом периоде казалось бы, что игра на раз придет, но быстрая шайба. На второй минуте Станислав Александров забросил с передачи Цибина и Шетле, смотрели арбитры на повторе за этим моментом, честно говоря, я не понял даже, на что смотрели, но гол засчитали, и это самое важное. Алматы недолго горевали, через 4 минуты смогли ответить своей заброшенной шайбой Артем Подшиндявов. Счет сравнял с передачей Штефана и Хоменко, счет таким образом 1-1 становится, ну и честно скажу, вот по ходу игры замечал я, что все-таки невысокие скорости и как-то как будто бы команды осторожничают. Если для Намада это понятно, судя по тому, что сказал тренер после этой встречи, да, сказал, что вот приближенный состав, какие-то моменты мы смотрели, подбирали там что-то где-то, посмотрели. Поэтому, наверное, мы увидели и Каиржана, и многих ребят с Бориса, Борисевича, потому что-таки Намад готовится выиграть континентальный кубок, чего мы и хотим пожелать Намаду в этом году. Ну что, дальше вернемся уже к этой встрече. Все-таки смогли Намад выйти вперед в этой встрече. И, кстати говоря, вот эта шайба Алматы очень классно была разыграна, и Штефан, и Ян Хоменко все здорово сделали для Подшиндялова, и тот и имел право просто ошибиться. Да, были моменты и до этого у Намада, и в большинстве еще неплохо по воротам бросал Борисевича, но Колесников оставлял раз за разом свою команду в игре. Но вот такая вот шайба была еще заброшена Мангезбаевым, но в итоге ее не засчитали, так как была помеха вратарю. Каиржан переборолся, перестарался на пятаке, и поэтому с носа Колесникова арбитры рассмотрели в этом помеху вратарю. Но все-таки свою шайбу Намад нашел в большинстве в концовке за 19 секунд до конца первого периода. Олег Бойко выводит свою команду вперед, повторюсь, в большинстве Александров и Бутенко у него в ассистентах. А ну что Бутенко в ассистентах, это понятно, Бутенко все-таки поворот бросал там, попал в Александрова, и поэтому Александров на себя тоже записал результативную передачу. Попала шайба в Александрова, а дальше на крюк Бойко, как раз то, что мы сейчас и видим на повторе. Капитан забрасывает, уходим мы на перерыв, смотрим мы на броски в створ, Намад перебросал колоссально Алматы в первом периоде, 15-4. По броскам в створ, и посмотрим сразу же на выигранные вбрасывания, тут тоже 14-8 в пользу Намада. Понятно, вроде как по цифрам колоссальное преимущество Намада, но скажу чисто визуально, Алматы очень неплохо играл в первом периоде. Во втором периоде команды продолжили играть в такой же, в принципе, и хоккей, ничего особо не поменялось. Ну и на 30-й минуте Артем Королев забрасывает третью шайбу, и как потом окажется, победную шайбу. В этой встрече Шульга и Диханбек у него в ассистентах будут в этой заброшенной шайбе. Да, здесь есть вопросы Колесникову, все он видел, никто не стоял на пути броска, можно было спокойно выручать в этом эпизоде, но Колесников не смог этого сделать. В итоге счет у нас становится 3-1, и дальше буквально через 4 минуты снова Намад забрасывает, и делает это Диас Кусейнов с передачи Даниила Цибина. Ну и после этого меняет вратаря Спиридонов, Салим Базарбеков, арендованный у Намада, появляется в воротах Алматы. И первым же броском в сторону даже, не просто в створ, а в сторону своих ворот пропускает. И счет становится 5-1, где Мухаммед Каиржан забрасывает, и Гайтамиров у него в ассистентах. Дальше уже дубль оформляет Каиржан на 36-й минуте, без ассистентов, 6-1 еще становится. Снова появляется Филипп Колесников в воротах, но больше во втором периоде заброшенных шайб не было. Но, что интересно, во втором периоде Алматы все-таки перебросали своего соперника 10-3. 10-13, прошу прощения, тройку увидел, а цифру не сказал. 10-13. Такая статистика по броскам в створ второго периода была. Блокированные броски, кстати говоря, аж 9 бросков было заблокировано во втором периоде. Но на один блокированный бросок у Алматы больше 4-5. Ну и переходили мы к третьему периоду. Да, счет был уже 6-1, и казалось бы, что шансов на спасение у Алматы нет. Ну, в принципе, так и получилось. Хотя маленькая надежда доставалась у болельщиков Алматы, что все-таки, может быть, как-нибудь смогут алматинцы сопернику осложнить жизнь. На самом-то деле, во втором периоде у Алматы было достаточно моментов, чтобы забрасывать больше, чем одну шайбу. Это уж точно. На третий период стартовал, и там уже намат себя чувствовал очень комфортно какие-то. Пытались разыграть какие-то комбинации уже вблизи чужих ворот. Где-то уже даже переигрывали, передерживали шайбу лишнюю передачу, где-то отдавали. Но видно было, что хотели, пытались какие-то комбинации разыгрывать, которые, может быть, континентальные футки как раз могли бы задействовать. Но все-таки на 49-й минуте Даниил Цибин забрасывает свою шайбу с передачи Шетле и Гусейнова. А счет становится у нас 7-1. Буквально через 2,5 минуты еще одну шайбу забрасывает нам от Максим Мусоров на сей раз. Отвечается с передачи Николая Шульги. Ну и еще через минуту Ян Хоменко смог еще одну шайбу отыграть. Что интересно, у Алматы обычно первое звено, да, вот очень активно, очень себя много проявляет и выходит на первый план Кожевников, Бурделев и Твердохлебов. В этой встрече все было наоборот, не то чтобы наоборот, просто второе звено было куда интереснее, в котором находились Штефан, Ян Хоменко и Патшиндялов. Вот, пожалуйста, Ян Хоменко вторую шайбу Алматы забрасывает, вторая шайба второго, второй тройки нападения, 8-2. Ну и на маты решил, что не получится у Алматы закончить своей заброшенной шайбой эту встречу. И решили оформить еще одну шайбу, девятую свою по счету, буквально тоже через минуту 40, наверное, да, 45 скорее. Мадий Тиханбек забросил 71 номер, ну такой курьезный гол получился, но тут вот такая вот вся встреча, что уж говорить о Мусоров и Шульга в ассистентах у 71 номера, там дерзает. Но Шайбу подправил, поэтому оказалось в воротах. Ну, вот такая вот игра, все залетало у соперника, что поделать. 9-2 счет становится, ну и на самом-то деле больше заброшенных шайб не было, хотя вот эта вот атака Борисевича и Каиржана была тоже классная, но вот Каиржан обратно передачу на Борисевича делал, тот просто до шайбы не дотянулся. Ну что, друзья, на этом больше никаких интересных моментов не было. Кстати говоря, на мат ни одного удаления у них не было за всю встречу, лишь два раза удалялись Алматы и за эти два раза один раз смогли на мат забросить. 50-процентная реализация большинства тоже очень неплох. А ну что, ну на этом все. Нам уже показывают всю концовку, традиционное рукопожатие. Смотрим мы с вами финальную статистику этой встречи. 39 бросков в створ было у Номада, 30 у Алматы, 35 выигранных в бросовании у Номада, 25 у Алматы. Голы в большинстве, одна шайба была заброшена у Номада в большинстве. Нет, все-таки у Алматы больше было удалений, 3 удалений было. Ну и одно из которых Номад смог реализовать. Ну что, смотрим на финальный счет. 9-2 победа хозяев, Номад побеждает.